Здесь вот технология, алгоритм, который мы только что проходили. То есть первое... Ой, извиняюсь, не вот это. Первое растяжка, то есть перед тем, как вообще заниматься медитацией, можно как-то немножко потянуться, там как-то размяться, чуть-чуть, чтобы тело, ну, как примеряно пошло. Вот. Можно делать какие-то асаны, кто умеет, можно не делать, но как-то надо тело размять, чтобы оно бы, энергия пошла. Второе, правильная осанка. Внизу в спине должен быть прогиб, то есть это все, я говорю, сесть. Вот как раз если вы ноги вот так поставили, спину вытрянули, то тогда у вас автоматически это будет, спина будет прямая. Но если вы можете сидеть в позе лотоса или как-то, ну, по-турецки, да, говорят, то это тоже хорошо. Иногда бывает трудно прямо спину держать, если сидишь на полу, то тогда надо сесть на какой-то маленький валик, какой-то маленький валик, чтобы спина, она автоматически выпрямлялась. Вот. Ну или наскуре надо сидеть, как мы сидели с вами сейчас. Проскальнируйте тело, отпустите напряжение. Это то, что вот мы делали, почувствовать себя в теле. Получилось все, в теле почувствовали? Сразу расслабление, да, такое наступает? Вот. Это хорошая вещь такая. А проскальнировать тело, это как раз вот почувствовать себя вот в этом теле, вот его ощутить, все, оно сразу расслабляется, и уму легче становится. То есть, когда тело расслаблено, ум меньше беспокоится. Средоточиться на дыхании. Есть средоточие у себя вот здесь, да, то есть, где выход, вход в воздух, возле носа. Займите позицию наблюдателя. Это значит, что вы, мысли приходят, пусть они уходят. Как вы только начинаете их рассматривать, они всегда говорят, это очень важно, ты же забыл выключить утюг, но уже поздно, уже все поздно. Все, что уже должно случиться, оно случится, что не должно случиться, оно не случится. То есть, сейчас, во время этих, за пять минут ничего не произойдет. Даже за десять минут ничего не произойдет. В этот момент нужно просто позволить этому быть, пусть оно течет, куда оно хочет. То есть, вот этот небольшой алгоритм, можете себе сфотографировать, я его оставлю. И не буду сложно все это рассказывать. То есть, если вы захотите потом, если он пойдет, вы увидите эффект, вы захотите как-то это углублять, то тут уже надо спрашивать. Прямо есть профессионалы в этом. Но для того, чтобы почувствовать и начать что-то, вот этого достаточно. Сильно можно не мешать этому, не усложнять все эти вещи. И для тех из вас, кто практикует молитву, или манту, ледитацию, вот это, вот просто пять минут, вот такой вот настройки, ну плюс еще потом молитвенная настройка, то оно дает эффект во много раз больше, чем когда человек в таком состоянии стресса, какого-то срыва мозга, да, пытается там как-то что-то обратиться, хотя он не может сосредоточиться ни секунды. Вот такое вот успокоение небольшое, оно повысит эффективность вашей молитвы. Если вы не занимаетесь молитвой на практике, то само по себе, сама по себе медитация уже даст тот эффект, который вы хотите. То есть, тормозит ум, да, останавливает ум, а это значит повышает нашу стрессоустойчивость. Вот такая вещь. Так, это то, о чем мы сегодня говорили. А, еще последний момент. Практика медитации. Три. По танжиам, три вещи. Это должно быть долго, ну то есть какое-то время продолжительное должно быть. Это надо делать регулярно, каждый день, там по пять минут. Вообще пять минут, это не сложно найти. Не сложно. Это вот полчаса сложно найти. Пять минут найти не сложно. И, с пониманием цели, что значит с пониманием цели? Люди не могут делать долго что-то, если не понимают зачем. Вот зачем мне это делать? Я не смогу это долго делать. Для того, чтобы я мог это делать долго, для этого мне нужно вспоминать, зачем мне это делать. Спасибо.